ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здарова, бандиты! С вами Батька Джофф и сегодня мы посмотрим и почитаем патчноут к патчу 0.9.5. Узнаем, что нас ждет. Итак, поехали! Ну, первым делом, конечно, ребята, самая главная новость 0.9.5 это новый вид капитанских ПТ-САУ. На пятом уровне Арчер, потом у нас Эхелес, потом Челленджер, потом Чариотер, потом Конвей и СТ-2. Что можно сказать, ребята? Ну, младшие и средние уровни новых британских ПТ-САУ это скорее полу-ПТ, полу-СТ. И кто готов из эстоводов платить за хороший дамаг более пониженной динамикой и не такой хорошей броней, этим ребятам эти ПТ-шки понравятся. Ну, а что говорить о топовых машинах? Конвей и СТ-2 это большие бабахилки. В целом, они будут картонные, с большой заметностью и, конечно, с вытекающими из этого проблемами. Пока что какие-то выводы делать рано, надо будет их потестить на общем тесте, а он уже, ребята, начнется в середине следующего месяца. Так что на стриме с этого теста и увидимся, и посмотрим на эти машины. Но вот тут, ребята, есть кое-что еще интересное. Для тестирования супер-тестерами добавлены французский средний танк 8 уровня АМХ Чехер 46. Вот про эту машинку, ребята, я вам недавно рассказывал в одном из выпусков своей передачи Инфа Супер Теста. Это очень-очень интересный прем 8 уровня. Он обладает офигенной динамикой. Он обладает пушкой от ФЦМ-50Т. Офигенные УВНы, если не ошибаюсь, минус 10. Да, брони у нас абсолютно нет, как и у ФЦМ-50Т. Но при этом все остальные показатели, включая обзор, они очень и очень хорошие. В целом, ребята, я очень сильно жду этот танк, потому что он, как по мне, будет нереально имбовый. Возможно, конечно, я ошибаюсь, разработчики его немножечко понерфят. Но те характеристики, которые сливались в паблик примерно недели-две назад, они были весьма обнадеживающими. Также будет добавлен французский легкий танк 7 уровня АМХ 13-57. Про это ничего сказать не могу, надо будет его покатать, я на него особого внимания не обращаю. Ну, легкий танк и легкий танк, ну, прем и прем. Посмотрим, что из себя будет представлять. Японский средний танк 8 уровня, СТА-2. Ой, ребятки, даже не знаю, что вам сказать. Учитывая, какое говно СТА-1 надеется на что-то хорошее в плане СТА-2, странно. Я очень сильно сомневаюсь, что это будет реально интересная машина, как прем 8 уровня. Или как какой-то, возможно, акционный танк. Но посмотрим. Но сомнения есть. Ну и будет добавлена советская ПТСА в 8 уровня ИСУ-130. Сразу, ребята, скажу, что это будет не прем, это будет специальная машина для выдачи модератором лодов тэнк. Но, возможно, ее мне тоже удастся выпросить у Wargaming для обзора и вам ее показать. И, возможно, как раз после этого обзора вам захочется пойти в модераторе World of Tanks и нести везде справедливость, здравомыслие и, конечно, вахтерство. Как же без этого? Поехали дальше. Исправлены некоторые проблемы и недоработки визуальных моделей танков Маус, Як-Пантера, Фьюри, Квас. Хорошо. Исправлены ошибки в моделях повреждений танков Хетцер, Су-14, Ваффентрагер, ПЗ-4. Добавлены новые игровые карты Миттенград, Затерянный город и Зимний Руинберг. Об этом, ребята, вчера вам уже говорил в отдельном видео. Убраны из игры карты Северогорск и Руинберг в огне. Это мы уже тоже обсуждали. Позитивно, хорошо, молодежно, хардкорно. В общем, одобряю. Исправлены некоторые неровности рельефа на картах Рыбацкая бухта, Перевал и Виндсторм. А вот это интересно. Какие там были такие неровности, которые надо было исправить? Ну, Виндсторм, ладно, новая карта. Я там еще не все изучил. Возможно, где-то там что-то разработчики поправили. А Перевал? А Рыбацкая бухта? Ребят, если у вас есть какие-то, может быть, мысли по этому поводу, пишите в комментариях, что там было такого дисбалансного, что надо было исправить. Исправлены некоторые игровые проблемы на карте Сталинград. Тут, ребята, скорее всего, речь об одном из двух. Или поправили оптимизацию, на что я очень надеюсь, потому что Сталинград это такая же тяжелая по FPS карта, как и Харьков. Или исправили вот эти вот многочисленные кучи мусора, в которых игроки очень часто застревали и на это жаловались. И мне в комментариях жаловались. В общем, везде жаловались. Даже писали спортлото. В общем, одно из двух. Игрок будет получать дополнительно 10% опыта за урон по его подсветке за каждый уровень разницы между танком игрока и подсвечиваемой целью, но не более 30%. То есть, ребята, что это значит? Это значит, что если вы на ЛТ 7 уровня светите десятку, и эту десятку ваши союзники убивают, то вам дается за эту десятку необычный опыт, а опыт плюс 30%. Это очень круто. Понятно, что разработчики за шагом пытаются все еще апать класс легких танков и делать игру на этом классе более продуктивной, комфортной и выгодной. Вот. Конечно, это коснется и средних танков. То есть, на 8-9 уровне, если вы будете светить десяток, то вам тоже будет плюс 10, плюс 20% дополнительного опыта. Что могу сказать? Весьма хорошо. Надеюсь, простимулирует наших игроков играть на ЛТ чуть более скиллово, а не просто как поц и сливаться в начале боя. И вот, ребята, еще одно очень-очень важное нововведение. Расширена функциональность миникарты. Добавлены вектор обзора, сектор обстрела только для арты, отображение названий танков и отображение последнего засвета танка. То есть, разработчики спустя сколько там, год или два, наконец-то добавили в стандартный интерфейс игры умную миникарту, такая, какая есть в моде XVM, которая, кстати, есть в моем матпаке, так что качайте. Что можно сказать? Надеюсь, что миникарта умная от VG будет более оптимизированной. Надеюсь, что она будет более читабельной. Хотя, в принципе, миникарта от XVM тоже достаточно читабельна. Ну а в остальном, надо будет смотреть. Главное, чтобы не получилось хуже. Но в целом, направление, как для меня, очень позитивное. Радует, что разработчики не останавливаются на достигнутом и продолжают улучшать интерфейс. И многие идею берут из модов наших игроков. Это значит, что даже те игроки, которые пришли только-только в игру и еще не успели узнать, что есть матпаки и моды, они тоже будут иметь какие-то свои плюсики и фишечки. Исправлены фрезы при воспроизведении некоторых спецэффектов. О-о-о, ребята, фрезы это знакомая мне тема. Очень часто даже вроде бы при нормальном пинге и нормальном FPS у меня бывают в бою фрезы. И не только у меня, у всех моих знакомых тоже иногда такое бывает. Возможно, патч 9.5 как-то в этом плане поможет, потому что, честно говоря, задолбало. В общем, ребята, вот такой вот патч нас ждет в обновлении 9.5. Будет общий тест примерно в середине следующего месяца, потому что сегодня начался супертест. Увидимся там, потестим новые танки британской ветки Патасау. На этом, ребята, у меня все. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, бла-бла-бла-бла-бла, все такое. И увидимся на канале в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok